Надо сделать так, ааа, я ослеп, да? Господи, верните мне глаза, да? А не вот это все. Многим почему-то кажется, что автоворонка это вообще панацея, то есть делаешь автоворонку и все, и там полетело. Причем автоворонку, мне кажется, что пытаются вставить вообще в любой вид продукта. Ну, не любой продукт можно продавать через автоворонку. Есть прекрасный инструмент CGM, да, маршрут клиента. И в первую очередь нужно учиться строить маршруты. И только после того, как ты уже работаешь с маршрутами, ты можешь переходить к автоворонкам. Потому что если ты не понимаешь, как двигается, то есть из точки непонимания вообще, что есть проблема, существует к точке, я знаю, что есть эта проблема, я хочу ее решать сейчас, здесь, при помощи твоего продукта. То есть только когда ты это понимаешь, ты можешь этот маршрут сжимать и упаковывать его в автоворонку. Учитывая, что мы уже про CGM рассказывали на этом канале, ссылочка на видео будет стоять здесь, уже можно рассказать и про автоворонки. Что такое автоворонка? Автоворонка это полная автоматизация взаимодействия с клиентом от момента, я впервые увидел, до момента я пришел и купил. Имеется в виду клиент. Это выглядит как будто бы без участия, да, но там же работает, то есть маркетолог выстраивал, копирайтеры наполняли, технари реализовывали, аналитик следит. И аналитик работает с автоворонкой всегда. Если автоворонку просто вкинуть и говорить, все, там у нас сейчас будет вот это бизнес, будут бабки. Там, скорее всего, не будет работать, потому что с технической точки зрения что-то отваливается периодически, да, что-то отвязывается. Нужно контролировать, чтобы не отвязывалось. Клиент, скажем так, выгребается, выжимается вся аудитория и, соответственно, нужны другие заходы. Ядро перестает работать, да, нужно переупаковывать. Инструмент становится неактуальным, нужно переделать. Людям больше не нравится, например, да, система платежей, нужно переделывать. Контент уже больше не соответствует рынку, нужно переписывать. Визуал устарел, ну, то есть ты постоянно над ней работаешь. Единственный вопрос, что ты не ловишь их постоянно и не переводишь своими руками из этапа в этап, а ты выстраиваешь эту систему таким образом, что люди переходят благодаря тому, что ты сделал. В этом видео мы расскажем 10 основных необходимостей, которые нужно выполнить для того, чтобы твоя автоворонка работала. Первое, с чего нужно начинать, я вижу одну распространенную ошибку, которую допускают очень много маркетологов. Они начинают с лид-магнита, либо с сырьевой аудитории. Начинать нужно всегда с сердца воронки. То есть самое важное, где люди будут конвертироваться, в чем, что это у тебя будет. Вебинар, книга, консультация, диагностика, то есть сердце, так называемый вот этот ключевой этап воронки. Да, у нас уже популярна такая фраза, да, вот этот важный этап, в котором, то есть на котором люди будут догреваться и уже переходить в покупку. То есть что будет здесь, какие люди сюда должны прийти, кто они, что они ищут, какие у них самые острые боли. И вот на этом этапе, это уже второй этап, да, мы увидим, что, а люди-то бывают разные, которые будут на этом ключевом этапе прогреваться и уходить в покупку. Да, то есть будут разные, соответственно, этих всех разных людей нужно сегментировать. Предположим, какой-нибудь курс, хочется продать какой-нибудь курс там по тому, как правильно влюбить в себя там любого мужчину. Гениально. Можешь не рассказывать, да. У нас есть курс «Основной продукт. Как влюбить в себя мужчину». Да, да, это основной продукт. Нам нужно, чтобы люди его купили. Нам нужно подумать, да, на каком таком продукте промежуточном они должны понять, что мне это нужно. То есть мы им там что-то должны рассказать для того, чтобы, какие ошибки, да, что не работает, что работает, да, и что все это будет вот здесь у нас на курсе. Соответственно, на этот вебинар... Спасибо, соседи, что они так громко стучали. То есть на этот вебинар к нам могут прийти разные люди разного возраста, с разными задачами. Зачем им нужен мужчина, да. Кто-то хочет построить семью, кто-то хочет, чтобы его там, не знаю, содержали всю жизнь, кто-то хочет уехать за рубеж. То есть разные задачи. Да, то есть мы должны сегментировать людей по проблеме. Дальше, кроме того, что у нас люди сегментируются по проблеме, по задаче, которую они хотят решить, нам нужно еще сегментировать людей по степени готовности решать эту проблему. Потому что люди, которые там, женщины, которые такие, господи, я там 15 лет последних одна, да, и она говорит, я хочу прям быстро, прям срочно. Это один вид клиента, который, скорее всего, будет готов быстро заходить уже решать эту проблему. И совершенно другая ситуация, это там, допустим, женщина, которая, да, она хотела бы, но у нее нет никакой спешки, да, она готова еще там поизучать себя, поприслушиваться к себе, там, возможно, да, во что-то это поиграть. У нее другая степень готовности закрывать эту проблему. А есть женщины, которые такие, мужики какие, в смысле мужики какие, тут бы как-то оплатить что-то, да, не хочу никаких мужиков, мне нужно, мне этот надоел, да, только с ним рассталась. Я, конечно же, я очень утрирую, очень по верхам, да, то есть нужно еще сегментировать аудиторию по степени готовности к решению проблемы. Потому что в первую очередь нужно собирать тех, кто уже готов. Не греть, да, или там собирать 14-летних там девочек, зачем их собирать, да, и ждать, пока они вырастут, у них возникнет вообще эта проблема. Может, не возникнет, может, они как-то без нас решают эту проблему. То есть абсолютно в первую очередь мы забираем тех, кто уже готов, только во вторую очередь мы забираем тех, кто еще такой, я в поиске, я еще не знаю, как можно решить это, может быть, я сама справлюсь. И никогда не собираем тех, кто будет прогреваться в течение последующих 50 лет, зачем они нам. Соответственно, всех этих людей с разными потребностями, с разной степенью готовности нам нужно найти, на что-то привлечь. То есть под них нужно приготовить соответствующие лид-магниты. Не за счет которых они решат, а за счет которых они поймут, что да, у меня есть такая проблема, возможно, какие-то маленькие инструменты решения этой проблемы будут. Мы их должны привлечь на эти лид-магниты, то есть их нужно еще изготовить. Это мы уже с тобой четвертый пункт рассмотрели, да, то есть эти лид-магниты еще нужно изготовить. То есть они должны быть написаны, записаны, да, отдизайнены, текстами насыщены, да, и в чем-то они должны храниться. Что это у нас, PDF-ка, видео, вебинар в боте, то есть где-то они должны быть, эти лид-магниты. Следующее, на эти лид-магниты этих людей нужно собрать, то есть нам нужен трафик. И кто-то запускает эти лид-магниты по существующей аудитории, если она есть. А если аудитории нет, естественно, ее нужно привлекать платными инструментами. Ну, или бесплатными, там, условно платными, то есть нужно привлекать. Тут тоже нужно понимать, что даже если у тебя есть аудитория, тебе ее может не хватить. Твоей аудитории на этот продукт может не хватить. Почему? Потому что аудитория не на то собиралась, не та аудитория. Они не считают, что ты в этом эксперт, они не считают вообще, что им это надо. Наверное, мне бы надо... Не надо. Соответственно, нам нужно будет тоже посчитать возможность собрать необходимые объемы аудитории. То есть следующее, что у нас приходит? У нас подсчеты приходят. Сколько нам нужно людей? Для того, чтобы посчитать, сколько людей нужно завести на лид-магниты, нам нужно с тобой посчитать, а сколько людей должно купить основной продукт. Сначала сколько основной продукт. Потом, да, учитывая либо эталонные конверсии в отрасли, либо после запуска тестовой кампании, либо опираясь на свои предыдущие статистики, мы с тобой уже смотрим, что для того, чтобы купить там 100 человек основной продукт, нам нужно на наш основной вебинар пришло там 500 человек. А чтобы пришло 500 человек, нужно, чтобы лид-магниты увидели там 2000 людей. То есть мы с тобой рассчитали, все обосновали стоимостями. То есть здесь еще включаем юнитку, рассчитываем, сколько может максимально стоить наш клиент, сколько мы можем позволить себе потратить на этого клиента, на эту регистрацию. Соответственно, мы с тобой рассчитываем, в каком канале выгоднее, в каком канале какой объем мы можем взять. Таким образом, мы с тобой выходим на бюджеты. Вот этой воронки, чтобы продать 100 мест. Мы посчитали и сколько людей нам нужно привлечь, и сколько денег мы на это потратим только на то, чтобы собрать клиентов. Плюс еще у нас здесь же на каждом этапе есть реализация. Для копирайтера сколько-то стоит, дизайнеры сколько-то стоят, специалисты по вебу сколько-то стоят, да, монтажеры сколько-то стоят, потому что это же автоматическое. Ты проводишь первый раз этот вебинар, ты его проводишь вживую, либо отписываешь где-то там в студии, не знаю где. А дальше этот вебинар нужно будет отмонтировать и поставить его, чтобы он работал уже без тебя. То есть и он работает, люди заходят, они проходят весь этот маршрут, да, смотрят этот вебинар и переходят уже на покупку. Либо они сами покупают, либо с ними уже связывается отдел продаж и продает. Плюс еще здесь же инструменты трафика, да, тоже нужно понимать инструменты трафика, не только каналы, не только источники, еще и как мы этих людей получим. Что это будет там, таргетированная реклама там во ВКонтакте, в Одноклассниках, в контексте мы будем что-то запускать, да, блогеров закупать. Рассылки это по своей аудитории, да, инфлюенсеров подключать. То есть каким образом мы будем собирать. В первую очередь мы собираем, опять же, у всех в каждом бизнесе свои возможности, да. Кто-то говорит, у меня неограниченный бюджет, да, поэтому мы с тобой начинаем бомбить. Сразу говорим, зачем 100, давай 5000 соберем людей, да. А кто-то говорит, у меня ограниченный бюджет, но мне надо 100, и, соответственно, мы начинаем с бесплатных, с условно платных, да, либо с самых там каких-то выгодных инструментов рекламных. Следующее, что нужно сделать, нам нужно все это взаимоувязать, да, чтобы человек не отваливался, не залипал где-то, да, чтобы человек переходил. Притом, для того, чтобы он перешел, мы же его должны перевести. То есть технически упаковать, что это у нас будут. Боты, возможно, возможно, e-mail рассылки. Возможно, мы все упакуем на геткурсе, и у нас будет цепочка последовательность, выстроена прямо на геткурсе. То есть нужно еще технически подойти к этому. Каким образом люди будут оплачивать, что будет с людьми происходит, если они не оплатили, а если у них какие-то проблемы произошли на каком-то этапе. То есть что будет происходить на каждом этапе. Следующее, что важно учитывать, как людям не дать отвалиться. Потому что на каждом этапе у нас будет снижение конверсии. Да, то есть у нас будет меньше и меньше и меньше. И понятно, это нормально, когда конверсия снижается. Вот эти все туннели продаж, это просто вот лютая дичь, которую задвигали туннели, не существует. Потому что воронка – это визуализация конверсии. Ну, то есть зашла тысяча, потом осталось 200, потом осталось 150. Это визуализация конверсии. Туннель – это когда зашла тысяча, и тысяча к тебе и зашла туда уже на конечный продукт. Ну, так не бывает. Ну, это лютое вранье. Не, не бывает. Просто такого не существует. Да где-то, да, отвалится. И что делать с людьми тоже очень важно. То есть мы видим западение конверсии. Да, то есть из каждого предыдущего этапа в следующий этап переходит все меньше и меньше людей. Тоже нужно постоянно думать, что с ними делать. Либо их возвращать на предыдущий этап, либо их переводить на следующий. То есть разные гипотезы тестировать. Возможно, какой-то из этапов нужно исключать. Потому что считается же, что автоворонка – это лид-магнит, трифайр – основной продукт. И вот лид-магнит – это бесплатная трифайр, это условно маленькие деньги. И основной продукт – это уже большие деньги. Не всем нужен трифайр. Вот люди пытаются везде вставить этот трифайр, да, с надеждой. Есть же такая гипотеза, что ты людей приучаешь платить у себя, и они платят маленькую денежку, и потом с удовольствием платят большую денежку. Не все могут так выстроить. Потому что бывает настолько узкая тема, настолько узкая проблема, что этот трифайр – невозможно его создать, потому что все будет раскрываться вот там, на основном продукте. И, соответственно, вставляется трифайр вообще, который не отвечает, он не прогревает никак. Как люди такие, а, ну ок, а потом почему-то хотят мне рассказать, как влюбить себя в любого мужчину. А здесь нам говорили про что там, про стиль. Да, ну потому что больше нечего было сказать. Такая ошибка допускается очень часто. Любой этап в воронке должен быть офигенным, очень мощным. Нигде не надо лид-магнитов на отвале делать. Если лид-магнит, то он очень мощный. Если трифайр, то он очень мощный. Если бесплатный вебинар, то он просто крышесносный. Важна еще десятая фишка, да, и вот основная важность в работе в автоворонках – это постоянное отслеживание статистических данных, конверсий. Потому что если не отслеживать, мы не увидим, что у нас поднялась стоимость регистрации, снизилась конверсия в покупку, упала конверсия из этапа в этап какой-то. Важно собирать данные регулярно, смотреть, что у нас начинает снижаться, для того, чтобы успеть среагировать, для того, чтобы не оказалось, что мы как бы сливали деньги на трафик, да, а там дальше у нас конверсии нет и денег нет. То есть отслеживается либо ежедневно, если речь идет там про скачивание лид-магнита, да, если это за деньги было, однозначно ежедневно отслеживаем. Если у нас вебинары, например, там каждый вторник и каждую пятницу мы ставим, да, они у нас проходят, то и после вебинара, да, что происходит с людьми, куда там попадают эти самостоятельные. Люди будут пытаться купить, да, и почему-то не будут покупать. Тоже нужно смотреть этот процент для того, чтобы тоже рассчитывать, да, что нам выгоднее. Может быть, нам выгоднее отказаться от какого-то источника для того, чтобы не захламлять свой отдел продаж, если он есть, например. Ну, потому что если люди покупают, не могут купить, у тебя же приходит его контакт, с ним нужно связаться, помочь. Потому что человек не обязательно не купил, потому что он не хочет или передумал, а потому что у него просто не получилось или он забыл. Ну, вот он сейчас хотел, да, тут пришел ребенок, там, мама, у меня тут все порвалось, поломалось, да, и все, человек отвлекся, да, а мог бы купить. Ему нужно напомнить, помочь, помочь завершить действие. Вот, еще что очень важное в работе с автоворонками, не бомбить, не звонить всем, кто скачал лид-магнит, кто перешел на этот вебинар. Не нужно. То есть нужно размечать, после какого этапа уже имеет смысл людям звонить. Потому что если звонить по всем, кто скачал лид-магнит, это огромная нагрузка на отдел продаж, это раздражение аудитории, которая пришла. Они, возможно, догреются, не лезь, да, просто четко отслеживай, какой там процент, какая аудитория, правильно сегментируй и с каждым сегментом работай отдельно. Вот этот продукт, на котором они закрываются, он может быть для всех. А, возможно, ты увидишь, что какой-то сегмент на этом продукте не закрывается. Значит, под них нужно будет перезаписать еще один-другой вебинар, который ты поставишь в автоворонку, и после которого они будут лучше закрываться. Без отслеживания статистик нельзя. Поэтому, когда люди говорят, что автоворонка – это что-то, что работает само по себе, там работы очень много на самом деле. Это классный инструмент продаж, получения дохода и прибыли, но там не работает само по себе. И люди, которые умеют с этим работать, которые умеют продумывать воронку, отдавать тех задания, принимать, отслеживать, зарабатывают очень много, очень ценится на сегодняшний день. Знаешь, люди, когда слышат, что специалисты по автоворонкам востребованы, идут куда-то обучаться конкретно автоворонкам. Невозможно обучиться автоворонкам, если ты не знаешь маркетинг. То есть сначала ты маркетолог, а потом ты уже знаешь, как сделать автоворонку. Как ее упаковать, как людей привезти, как их собрать, как собрать правильных людей, как их сегментировать, как не давать им отвалиться, и как дальше с этими людьми работать в долгую. Поэтому сначала маркетинг, причем большой комплексный подход, как у нас в Академии на комплексном маркетинге. Ссылочку оставлю в описании. Заходите, смотрите, записывайтесь, будем работать, становиться маркетологами. И только потом уже уметь упаковывать автоворонку. Настоящую высококонверсионную прибыльную автоворонку. Про автоворонки можно рассказывать просто бесконечно долго, потому что тема, которая не исчерпается никогда. Потому что вариантов, инструментов, источников, каналов, триггеров, убедителей и так далее очень-очень много. Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, пишите ваши вопросы в комментариях. Я все вопросы перечитываю, снимаю следующие видео, основываясь на ваших вопросах. Для того, чтобы не пропустить следующие видео, обязательно подписывайтесь на этот канал и поставьте лайк этому видео, потому что только по лайкам я понимаю, интересно вам такая тема или неинтересно. Соответственно, если неинтересно, мы дальше не продолжаем снимать такие темы. И с вами была Юлия Тросс и Московская Академия Экономики и Развития. Давайте встречаться в следующих видео. Пока-пока!